Всем привет! Меня зовут Ахметов Константин. Я трейдер и преподаватель компании Life Investing Group. В данном видео мы рассмотрим подключение привода CISCAL через API ключи. Запустим CISCAL. Разберем общие настройки, подключение, горячие клавиши, вкладки FinRes, сделки, график. Изучим, как добавлять стаканы и выбирать инструменты. Рассмотрим основные принципы визуальных настроек стаканов инструментов. И на примере некоторых инструментов разберем, как это делать правильно. Посмотрим, что из себя представляет стакан цен. И изучим базовые горячие клавиши привода CISCAL для совершения сделок. Посмотрим несколько примеров настройки рабочего пространства для одного монитора, двух мониторов и разберем некоторые конфигурации. CISCAL и привод Bonder это бесплатные привода, бесплатные терминалы для торговли на российской фондовой бирже и на бирже криптовалют, как уже было сказано. Ссылки на скачивание данных терминалов будут в описании. И инструкцию по подключению их вы также сможете найти в описании. Также хотелось бы обратить внимание, что данные терминалы устанавливаются из одного установочного файла. То есть скачать и подключить привод Bonder и CISCAL вы сможете одновременно. Также стоит отметить, что привод Bonder это бесплатный привод для торговли на российской фондовой бирже через проб-компании. А CISCAL это бесплатный привод для торговли как на российской фондовой бирже через отдельных брокеров, не обязательно иметь счет в проб-компании и также на биржах криптовалют. CISCAL имеет подключение к трём биржам, биржи Binance, BitFenix и BitMEX. Об этом мы поговорим с вами немного подробнее, а теперь давайте перейдем к скачиванию. В первую очередь нам нужно перейти на сайт FinSoft Разработки, ссылка на который будет в описании, и ввести в пустое поле наш ММ. Далее нажимаем на кнопочку получить бесплатно, письмо отправляется нам на почту. Перейдя на почту мы сможем скачать привод CISCAL в последней версии. И соответственно установить его. Далее перейдем к его подключению. Нам нужно перейти на сайт биржи Binance, именно через нее будут сегодня все примеры. Подключение к бирже BitMEX и BitFenix полностью идентичны. Сама суть подключения к биржам криптовалют состоит в получении API ключей, вводе их в необходимые поля и соответственно подключении через них. Давайте перейдем к созданию таких ключей. В первую очередь заходим на сайт Binance, регистрируемся, про регистрацию на бирже мы сегодня говорить не будем и переходим в наш личный кабинет, наводим мышку, переходим в API Management. Здесь будет список созданных нами ранее уже API ключей. Нам необходимо создать новый. Название можно дать ему любое. Допустим CISCAL1 и нажимаем Create. Далее нам необходимо ввести код двухфакторной аутентификации, либо код из SMS, в зависимости от того как вы настроили соответственно свою двухфакторную аутентификацию. Вводим код и нам на почту отправляется письмо. Переходим на нашу почту, дожидаемся письма. Переходим в него и у нас здесь одна активная кнопка это подтвердить новый API ключ. Переходим по нему, предыдущую ссылку биржи Binance можно закрыть и в данном ключе нам нужно сделать одну простую манипуляцию. Нажать Edit Restrictions и установить галочки на Enable Futures и Enable Margin, что позволит вам через привод CISCAL1 торговать фьючерсами и использовать маржинальный кошелек. Нажимаем Save и также вводим код двухфакторной аутентификации. Самое важное на этом моменте это скопировать API ключ и API secret ключ. Скопировать и сохранить их в надежном месте например в блокноте под паролем на своем компьютере, в каком-то облачном файле и так далее. После того как вы закроете единожды данную вкладку больше доступ к этим API ключам вы не получите. Поэтому сохраняем данные ключи и переходим к ранее скачанному нами приводу CISCAL1. Перед нами на экране скачанный пустой привод CISCAL1. В первую очередь нам нужно ввести ранее созданные API ключи для создания подключения. Как я и сказал все примеры будут сегодня приводиться через биржу Binance, но подключение к биржам таким как BitMix, BitFenix или подключение к российскому рынку через брокеров IT Invest или Finan производится практически идентично. Переходим в настройки подключения биржи Binance и Binance Futures. Вводим API ключ. Это первый верхний ключ, который мы только что с вами создавали. И API secret ключ. Это второй ключ, который мы также с вами создали одновременно с обычным API ключом. Далее. Тип кошелька в настройках подключения к Binance мы выставляем Exchange. Базовую валюту USDT. Тип кошелька в фьючерсах мы изменить не можем, поэтому оставляем как есть. Ставим автоподключение да и сохранять пароль да, чтобы не вводить соответственно данные постоянно. Также здесь автоподключение да и сохранять пароль да. Если все введено правильно, мы нажимаем на подключить. И через несколько секунд данные подключения загораются у нас зеленым цветом. Это означает, что подключение произведено правильно и у нас теперь все функционирует. Мы можем перейти к настройке привода Siskal. В первую очередь перед настройкой рабочего пространства мне бы хотелось немного поговорить об общих настройках привода, о настройках стакана инструментов. Немножечко вкратце рассказать про то, что из себя представляет стакан. И только потом мы перейдем к нескольким конфигурациям рабочего пространства, которые я для вас настрою, покажу и расскажу в чем их плюсы и минусы. Также вкратце мы немножечко затронем сегодня с вами привод бондаря для торговли на российской фондовой бирже. И немножечко поговорим и о нем. Давайте перейдем. В первую очередь хотелось бы начать с общих настроек, в окне которых мы с вами и находимся. И здесь у нас есть пять вкладок. Это подключение, отображение, менеджер вкладок, прочие и горячие клавиши. В первую очередь горячие клавиши это все клавиши клавиатуры и мыши, через которые функционируют, используются и производится управление приводом Siskal. Вход и выход из позиции, выставление заявок, снятие заявок и так далее. Горячие клавиши в вкладке на вкладку будут активны и будут работать, даже если у вас не наведена мышка на стакан и просто находится на общей вкладке. Также все эти клавиши будут срабатывать на все стаканы, которые находятся на одной вкладке. Вкладка же на стакан, все горячие клавиши, которые указаны в ней, будут срабатывать при непосредственном наведении клавиши мыши на стакан. Немножечко позже мы к определенным горячим клавишам вернемся и уделим им более подробное внимание. Следующая вкладка, давайте перейдем в отображение. Здесь на самом деле изменять нам ничего не нужно, только если нет желания перенастроить цветовую гамму привода. Можно изменить фон, выставить его любым. Фон будет изменяться, как только вы добавите стакан. Я пользуюсь базовыми настройками, ничего не изменяю. Как правило, полностью базовой цветовой схемой пользуюсь. Она меня полностью устраивает. Многие используют серые фоны, сине-красные стаканы или серые фоны и зелено-красные стаканы классические. Но, если честно, для меня серый фон немножечко, скажем так, режет глаза, поэтому я оставляю все по умолчанию. Размер шрифта также установлен по умолчанию. 10. Здесь вы можете изменить на ваш вкус в зависимости от размера вашего монитора. Ну, к примеру, я буду приводить все примеры для монитора 2К и Full HD. Если у вас монитор меньше или больше по разрешению, вы, соответственно, можете немножечко поиграться с шрифтами. Далее. Перейдем во вкладку менеджер вкладок. Здесь нас пока что ничего не интересует. Мы можем добавить пустое окно вкладки. Если нам нужно, например, использовать привод на нескольких мониторах и вытащить его на другой монитор, об этом поговорим мы немножечко позже. Также вкладки могут создаваться через горячую клавишу. Также я вам это покажу. И вкладка «Прочие», где мы можем лишь изменить пин-код и, в общем-то, более ничего. Хорошо. На этом подключение привода Syscalp полностью завершено. Можно переходить к созданию стаканов, их настройке и, соответственно, формированию своего индивидуального рабочего пространства. Прежде чем формировать рабочее пространство, давайте немножечко разберемся с ключевыми клавишами, которые у нас есть в левом верхнем углу главного окна привода. Это финрез, сделки, вкладки и график. С клавишей настройки мы с вами уже полностью разобрались. Вкладка «Финрез» отображает ваш финансовый результат, соответственно, за все время пользования определенным API-ключом. То есть, здесь финансовый результат не делится на сессии, как это, например, делается на российском фондовом рынке в приводе Бондаря. И отображается общий результат за все время пользования определенными счетами, скажем. Отображаются все переводы, отображается результат по торговле и так далее. Иногда результат отображается не совсем корректно. Если честно, я в основном пользуюсь просмотром результатов просто через личный кабинет биржи. Но окошко выглядит у нас с вами вот таким вот образом. Соответственно, указываются результаты, некие переводы и какие-то результаты входов и выходов, соответственно, в долларах. Далее, вкладка «Сделки». На вкладке «Сделки» у нас с вами указываются все совершенные сделки, опять же, за определенный период. Давайте немножечко вкратце разберем, что у нас означает определенная надпись в графе «Сделки». В первую очередь, это тикер инструмента, по которому была совершена сделка. Далее, количество пунктов прибыли или убытка, которая была заработана или потеряна. Объем в позиции. И общая прибыль или убыток, то бишь объем, умноженный на количество пунктов. Далее, либо буквой «Л», либо буквой «С» отображается лонговая или шартовая. Это была позиция. И далее просто отображается цена входа, цена выхода и время совершения сделки. Также обратите внимание, что время совершения сделки отображается не по московскому времени, а по времени по Гринвичу. Здесь нас, в общем-то, более ничего не интересует. Единственное, что стоит отметить, что прибыльные сделки отображаются зеленым, а, соответственно, убыточные сделки отображаются красным. Как я и говорил, вкладки можно добавлять через горячую клавишу. Не обязательно для этого заходить в настройки. Нажимаем на слово «Вкладки». И у нас вот так же добавляется пустая вкладка, которую мы можем вынести на другой монитор и настраивать ее там, соответственно, для нашего удобства. И достаточно важная и часто используемая вкладка «График». При нажатии на нее у нас с вами появляется пустой график, в котором нам нужно выбрать инструмент, для которого мы хотим просмотреть соответственный график. О графиках подробно мы поговорим с вами несколько позже, когда будем настраивать рабочее пространство. Единственное, что хотелось бы сейчас отметить, это что графики и привода Бондаря, и привода Сискальп сейчас постоянно претерпевают изменения в лучшую сторону, становятся все лучше, юзабельнее, удобнее. И, соответственно, сейчас их можно уже полноценно применять для торговли. У нас с вами в графиках есть простейшие инструменты, это такие как изменения таймфрейма, простейшие фигуры, такие как уровень, отрезок, прямоугольник. Мы можем с вами поставить галочки на отмечание цены уровня, можем настроить отображение объемов, параметры свечей, процент изменения, к примеру, в левом верхнем углу этих свечей, и, соответственно, отображать как свечи или бары. Все, про подробную настройку использования графиков мы с вами поговорим несколько позже. На этом общее знакомство с приводом Сискальп, я считаю, можно закончить и перейти к непосредственному добавлению инструментов и их настройки. Для того, чтобы добавить новую вкладку для инструментов, сейчас вы видите пустую вкладку, но, к примеру, с чего все начинается, создание вкладки. Переходим в правый верхний угол, здесь у нас есть плюсик, наведя на него, появляется надпись «Добавить вкладку», нажимаем на него, вводим необходимое название нашей вкладки, например, цифру 1, совершенно любое, нажимаем переименовать и начинаем добавлять стаканы инструментов. Все они добавляются плюсиком, который находится в левом верхнем углу. Если вкладка у вас уже созданная, вы нажимаете на черный треугольничек справа от названия вкладки и также нажимаете на плюсик для добавления стаканов инструментов. Сколько раз вы нажмете на плюсик, столько стаканов инструментов у вас и добавится. Если вы добавили лишний стакан инструментов или он стал вам более не нужен, можно нажать на крестик снизу под надписью «Выбор инструментов» и закрыть данный стакан. К примеру, давайте откроем два инструмента, самых популярных на данный момент для торговли на криптовалютных биржах после добавления фьючерсов. Это биткоин и фьючерс на биткоин, соответственно. В первую очередь давайте добавим стакан базового актива, это биткоин. Для этого нажмем на надпись «Выбор инструмента». Введем тикер необходимой бумаги, это биткоин, доллар, тезер, BTC, USDT и двойным нажатием добавим стакан. Здесь у нас он из-за небольшого количества стаканов на вкладке немного растянулся. Для того, чтобы сделать его визуально более приятно, мы беремся за разделение стакана и ленты. У нас изменяется курсор мыши и мы сужаем стакан и визуально он становится намного более приятным. Далее, соответственно, давайте в правой части добавим с вами фьючерс на биткоин. Тикер у него точно такой же, это BTC, USDT. И проведем точно такую же манипуляцию, немножечко сузим стакан, чтобы визуально он выглядел чуть более приятно. Итак, что же мы теперь с вами видим на экране? Мы видим с вами три составляющие стакана. Это непосредственно сам стакан, который состоит из бидов, выделенных зеленым цветом. Это заявки на покупку. И аферов, выделенных красным цветом, это заявки на продажу. Посередине мы видим с вами постоянно бегущие цифры. Это лента сделок. То есть это покупки и продажи, которые проходят в данный момент по рынку. Слева от каждого стакана мы видим с вами кластера. Кластера это объем, который уже прошел по рынку. То есть, условно говоря, это тот же самый график, как если бы вы смотрели свечной график, но только разделенный на объемы, которые прошли по той или иной цене. Теперь, зная эти базовые принципы, давайте перейдем к настройке стакана. Для того, чтобы это сделать, мы нажимаем на шестеренку снизу под названием инструмента. Переходим в настройки инструмента и попадаем в вкладки настроек. Здесь у нас с вами также 5 вкладок. Это торговля, стакан, тики, кластеры и общие. И давайте пробежимся по каждой из них. И я вам порекомендую основные базовые принципы настройки стаканов инструментов на разных фьючерсах и, соответственно, монетах. Ну и дам вам свою настройку стакана биткоина и фьючерса на биткоин. Первое, что мы видим во вкладке торговли, это 5 рабочих объемов. Это объемы, которыми мы с вами будем торговать, которыми мы будем выставлять лимитные заявки и осуществлять наши рыночные покупки и продажи. Здесь, в стакане биткоина, я ничего не настраиваю в этих объемах, так как все сделки произвожу на фьючерсе биткоина. Но также поменять все эти рабочие объемы вы можете здесь в настройках или в левом нижнем углу стакана инструмента. Двойным кликом мыши нажимаем и изменяем на нужный нам объем. Возвращаемся в настройки. Далее, вкладка торговли не сильно интересна нам для настроек. Здесь нас интересует лишь несколько пунктов. Дальность заброса лимитных заявок и дальность заброса по стоп-лосс тейк-профит у нас здесь не интересует, потому что не используется. Стоп-лосс и тейк-профит – это то, что может заинтересовать некоторых. Это автоматическое выставление стоп-лосса и тейк-профита. Я этим не пользуюсь и не рекомендую пользоваться, потому что значение стоп-лосса и тейк-профита в каждой сделке может разниться и не быть одинаковым. Точно так же криптовалюты – это достаточно волатильный рынок с резкими импульсными хлесткими движениями, на которых автоматическое выставление равного стоп-лосса и тейк-профита во всех сделках может быть просто опасным. Поэтому оставляем по нулям и я этого не настраиваю. Вы можете выставить пункты стоп-лосса и тейк-профита по желанию, которые вам необходимы. Срабатывание стоп-заявок по лучшим ценам – оставляем это по умолчанию. Размещение стоп-лосс в приложении – здесь мы ничего изменить не можем. Расчет средней цены от первой сделки – оставляем по умолчанию, нас это устраивает. И далее идут два пункта, которые нас более-менее здесь интересуют. Первый – это галочка «Звук при сделке». Я рекомендую вам всем ее использовать, всем ее ставить. Во-первых, это сделано для того, чтобы оповестить вас о том, что у вас сработала лимитная заявка или о том, что вы зашли в позицию. Это удобно, когда вы торгуете несколько инструментов, переключаетесь между несколькими вкладками или следите за несколькими мониторами. Можете отвлечься от какой-то, например, своей лимитной заявки, забыть о том, что вы ее выставили. И звук при исполнении сделки вам здесь очень будет помогать и будет полезен. Следующее отображение – прибыль. По умолчанию оно установлено в пунктах. Я вам рекомендую и всем своим ученикам, я рекомендую выставлять здесь проценты. В моем понимании, если речь идет о, например, российском рынке, то, конечно, пункты – это общепринятый стандарт меры на российском рынке. И на фьючерсах, и на акциях мы привыкли к пунктам, ни к рублям, ни к процентам, ни к чему-либо другому, а именно к пунктам. В свою очередь, на рынке криптовалют пункты очень сложно рассчитать. Вы не будете знать, сколько в пунктах, например, у вас стоп-лосс, сколько стоит для вас один пункт и так далее и тому подобное. Это, в общем-то, поддается расчету, но зачем это делать? Намного проще все считать в процентах на рынке криптовалюты. Считать в процентах свой стоп-лосс, считать в процентах свой тег-профит и так далее. Если даже вы пользуетесь плечами, то просто умножаете процент движения на плечо, и у вас получается итоговый результат. К примеру, 1% прибыльного движения на том же фьючерсе биткоина, если вы пользуетесь 10-м плечом, например, это будет 10% к вашему депозиту, если вы зашли в позицию на All-in. Скажем так. Далее переходим на вкладку «Стакан». Это как раз-то самая интересная для настройки вкладка. Намного более интересная, скажем так, более полезная, чем все остальные, про которые мы с вами будем говорить. Здесь происходит именно та самая визуальная настройка стакана, которая помогает каждому трейдеру намного быстрее, намного удобнее ориентироваться в стакане инструмента, за которым он следит и который он торгует. Что нас здесь интересует на этой вкладке? В первую очередь нас интересует вторая строка, это заполнение строки объема при. Здесь мы выставляем при каком объеме у вас будет полностью заполнена оранжевым строка объема. Ну, к примеру, если мы выставим здесь очень маленькое значение 1, мы видим, что у нас весь стакан полностью заполнен оранжевыми объемами. Это лимитные заявки более, соответственно, одного лота. Более одного лота закрашены 1 лот и более закрашены полностью оранжевым. Менее одного лота, соответственно, видите, что, например, 0.48 это половина оранжевой строки. Для стакана биткоина я рекомендую вам выставлять значения от 30 до 50. Это удобное визуальное отображение. В зависимости от ликвидности и волатильности в тот или иной момент времени вы можете изменять это значение. Я люблю, когда чуть больше объема в стакане видно, поэтому выбираю для себя значение 30 до 50. Также, в принципе, актуальным значением будет 100. Далее, следующие также две строки нам очень интересные для визуального отображения крупных объемов. Это очень помогает, когда вы торгуете активно, внутри дня, занимаетесь скальпингом. Подсветка крупных объемов очень помогает. И именно для этого, в общем-то, привод и нужен для того, чтобы мы могли быстрее реагировать на определенные рыночные ситуации. Здесь мы выбираем, какой объем будет подсвечиваться желтым и фиолетовым цветом. Желтым будет подсвечиваться первый крупный объем, фиолетовым будет подсвечиваться второй крупный объем. Вот, к примеру, выставим здесь 10 и теперь мы видим, что каждый объем более 10 монет будет подсвечиваться желтым цветом, как мы видим, например, 10, 13, 20. Рекомендую здесь ставить значение 50. 50 биткоинов в стакане – это уже объем, на который можно опереться, посмотреть и, возможно, даже совершать. От него сделку. Ну и крупный объем. Я рекомендую выставлять 100. Более 100 биткоинов будут подсвечиваться фиолетовым цветом. Как вы видите, это в данный момент на примере. 193 и 102 биткоина подсвечены фиолетовым цветом. Далее, высота строки – это сжатие. Небольшое сжатие стакана. К примеру, по умолчанию оно будет установлено 12. И мы видим достаточно крупные цифры. Это не очень удобно, когда стакан глубокий, он растягивается во весь монитор. Скажем, мы не всегда какие-то значения можем увидеть. Поэтому я рекомендую ставить вам здесь значение 10, 11. Очень много трейдеров торгуют именно на 10. Для меня на 10 уже, если честно, начинают немножечко сливаться цифры. Поэтому для себя я выбираю здесь значение 11. Далее, множители промежуточных уровней, множители основных уровней нас здесь не интересуют. Айсберги, так как на фондовой бирже, нас здесь тоже не интересуют. Поэтому более мы здесь на этой вкладке, в общем-то, можем ничего не настраивать. Осталось у нас вот здесь, например, одно значение – это автопрокрутка. Автопрокрутка по умолчанию установлена «Да». И, в общем-то, пускай так и остается. Переходим во вкладку «Тики». Вкладка «Тики» – это настройка той самой ленты сделок, то есть рыночных покупок и продаж, которые проходят у нас в данный момент. Здесь мы можем настроить три значения. Это показывать объем тиков от, толщина линии тиков и складывать тики за период. Первая строка – показывать объем тиков. По умолчанию она у нас установлена 0. И при 0 мы будем видеть любой объем, который прошел по рынку. Если мы, к примеру, установим сюда значение 1, то все объемы менее 1 биткоина будут отображаться у нас просто кружочками без цифр. А все объемы более 1 биткоина будут у нас, соответственно, подписываться. Рекомендую выставить сюда значение пол биткоина. Я считаю, что это оптимально. Опять же, при повышении волатильности и ликвидности это значение можно повысить до 1. Но, скажем так, кроме визуального отображения, оно, в общем-то, никакого критичного смысла в себе не несет. Далее, толщина линии тиков нас, в общем-то, не интересует. Я всегда оставляю его по умолчанию единица. А вот складывать тики за период миллисекунд – это очень интересная настройка. Что она означает? Складывать тики за период будет складывать определенный объем, который одновременно прошел по рынку за установленный отрезок времени – 50 миллисекунд. Что это означает? Ну, к примеру, представьте себе стакан, в котором стоит 5 заявок по 200 контрактов в шор. В сумме это 1000 контрактов. Снизу у нас есть покупатель, и данный покупатель бросает в стакан 1000 контрактов, выкупая все эти объемы по 200 контрактов в шор. В ленте при настройке по умолчанию складывать тики за период 0, мы увидим 5 кружочков по 200 контрактов, так как было выкуплено 5 шортовых лимитных заявок по 200 контрактов. Это не очень удобно для отображения ленты, для визуального отображения, не очень удобно для того, чтобы отчетливо видеть, сколько действительно объема в данный момент прошло по рынку. Поэтому я рекомендую вам все-таки складывать ленту за определенный период. Для криптовалюты я считаю, что минимум это 50, можно даже использовать значение 100 на всех инструментах без исключения. Для, соответственно, фондового рынка, для привода бондаря я использую значение 40-50, для всех инструментов также без исключения считаю это оптимальным значением. Переходим в раздел кластеры. Кластеры, как я говорил, это левая часть стакана у нас с вами, это отображение объема, который прошел уже по рынку по определенной цене. Он у нас подкрашивается зеленым или красным, как мы можем видеть. К примеру, здесь мы прекрасно видим 4,83 биткоина, которые прошли на покупку по цене 9 030 долларов. Почему на покупку? Потому что кластер подкрашен зеленым. Если кластер подкрашен красным, к примеру, как вот здесь, 1,62 биткоина прошло. Вот сейчас, видимо, идут продажи и кластер постепенно заполняется. Уже 5 биткоинов прошло в продажу. Почему в продажу? Потому что кластер подкрашен красным, соответственно. Жирной рамкой выделяется максимальный объем, который прошел на данном кластере. И также, если кластер подкрашен, например, серым цветом, это значит, что по данной цене проходили как покупки, так и продажи. Заполнение кластеров при. Заполнение кластеров при – это объем, при котором кластер будет полностью закрашен. К примеру, если мы с вами здесь выставим 1, то мы увидим полностью закрашенный зеленым кластер более 1 биткоина. Рекомендую здесь выставить значение 10, возможно, даже 20. Опять же, при изменении волатильности и ликвидности в моменте можно это значение менять. Но на самом деле, уверяю вас, вы не будете очень часто залазить в эти настройки. Вы установите их один раз и привыкнете к ним, и будете ими постоянно пользоваться. Точно так же и с приводом бондаря вы настраиваете какую-нибудь акцию. На ней может измениться ликвидность, измениться волатильность, выйти какие-то новости. Точно так же вы просто сами для себя внутреннюю установку измените, но какие-то настройки вы, скорее всего, трогать не будете. Показывать планель кластеров. Здесь мы оставляем «Да». Таймфрейм мы можем поменять либо здесь, либо, соответственно, нажав правой кнопкой мыши непосредственно на сами кластеры. Давайте это сделаем. Нажимаем правой кнопкой мыши, и мы можем здесь уже изменить таймфрейм. Если мы нажмем двойным кликом мыши на кластера, они у нас полностью развернутся. Возвращаемся обратно к настройкам. И здесь у нас с вами есть стиль кластеров. В стиле кластеров мы можем с вами поменять их визуальное отображение. Сумма покупок, как вы сделали это сейчас, разница покупок и продаж, то есть дельта, и продажи крестик покупки. Слева отображаются продажи, справа отображаются покупки. Я рекомендую вам использовать либо сумму покупок, либо продажи крестик покупки. Это наиболее удобные, наиболее понятные кластера. Какой плюс, например, суммы покупок и продаж? Самый главный их плюс – это то, что они занимают мало места, они компактные. И когда вы ставите несколько стаканов на одну вкладку, к примеру, 8 или 10, то вам очень важна компактность. Ну и, соответственно, кластера суммы покупок и продаж вам в этом очень помогут. Если же за компактностью вы не гонитесь, и у вас небольшое количество стаканов инструментов на экране, то я вам рекомендую использовать кластера продажи крестик покупки, потому что они действительно более информативны. Мы видим, сколько отдельно покупок и отдельно продаж прошло по той или иной цене. Стиль вертикальных объемов – это стиль объемов, который, соответственно, отображается у нас снизу, так называемая дельта. Кластера здесь снизу подкрашиваются также зеленым или красным при изменении дельты. То есть если покупки превышают продажи, они подкрашиваются зеленым. Продажи превышают покупки, подкрашиваются красным. И, соответственно, указывается общий объем, если у вас указана сумма, либо также продажа, крестик, покупки, если у вас указана данная настройка. Баланс мы оставляем темный. Здесь мы ничего не изменяем. Переходим во вкладку «Общие». И здесь единственная настройка, которую мы можем изменить – это количество знаков после запятой. То есть мы можем видеть все вплоть до очень мелких значений, а может, наоборот, видеть только целые значения, установив ноль. Но если речь идет о биткоине, я рекомендую использовать либо 2, либо 4, как это установлено по умолчанию. Давайте теперь быстро пробежимся по настройке фьючерса биткоина. Здесь все то же самое. Устанавливаем звук при сделке, галочка, проценты. В стакане. Здесь уже заполнение строки. Фьючерс биткоин у нас немножечко поликвиднее, поэтому заполнение строки побольше. Мы видим большое количество объемов. Рекомендую вам 100, либо 200. Первый крупный объем 100, второй крупный объем 200. Вы видите, 100 биткоинов здесь подсвечивается желтым, 200 подсвечивается фиолетовым. Высота строки точно так же 11. Множители уровней 10, 50. Айсберги не настраиваем, автопрокрутка – да. Тики точно так же установлены 0,5, 1, 50. Кластеры в сумме 15 или 20 можно установить. И два знака после запятой. Также при первом запуске и добавлении стаканов вы можете столкнуться с тем, что ваши стаканы будут выглядеть вот таким вот образом. Да, совершенно ничего не понятно. Какие-то значения, все летает, кругляшки. Просто ничего не видно. Размазня какая-то получается на экране. Это из-за того, что у нас в данный момент установлен очень маленький шаг цены. Да, базовый шаг цены на биткоине – это 1 цент. Это очень мало. Биткоин очень волатильный. Один спред составляет порядка пары долларов. Поэтому шаг цены 1 цент нас здесь полностью не устраивает. И в этом нам помогает функция увеличения либо уменьшения шага цены. В настройках мы с вами видели в горячих клавишах данную функцию. Во вкладке на стакан это, соответственно, увеличить шаг цены. Это плюсик. И уменьшить шаг цены – это минус на клавиатуре. Также у нас здесь есть важное пояснение, что указатель мыши должен находиться над стаканом. Наводим мышку на стакан, нажимаем плюсик и увеличиваем шаг цены. Мы можем увеличить его в 10 раз. Соответственно, он станет у нас в 10 центов. Но даже при этом фьючерс биткоина выглядит достаточно глубоким стаканом. Скажем так, с достаточно небольшими значениями. В основном при торговле я использую увеличение шага цены в 100 раз. То есть одно значение цены – это 1 доллар. Шаг цены – 1 доллар. И то же самое на фьючерсе биткоина. Уменьшаю я шаг цены до, например, x10. Либо иногда даже до x1. Если мне, например, нужно более ювелирно как-то выставить стоп-лосс, как-то где-то что-то подвинуть, какие-то заявки как-то поаккуратнее поставить, тогда можно. Но общее наблюдение за инструментом и в общем и целом 90% входа в позицию осуществляется на стакане с сжатым в 100 раз. Соответственно, с шагом цены – 1 доллар. Итак, мы поговорим с вами о базовых основах привода, его подключении, подключении к бирже, о базовых настройках, о добавлении стаканов, о настройке стаканов инструментов. Теперь давайте поговорим о том, что же из себя представляет стакан каждого инструмента, поговорим немножечко о базовых горячих клавишах, о том, как зайти в сделку, выйти из нее и перейдем, наконец, к настройке рабочего пространства, к определенным его конфигурациям. Итак, слева, снизу в первую очередь мы видим наши с вами рабочие объемы. Эти рабочие объемы можно переключить, нажав на них мышкой, либо клавишами 1, 2, 3, 4, 5 на клавиатуре. Если у вас куда-либо, например, уехал стакан, то вы можете нажать левую клавишу shift, стаканы вернутся в центральное положение. Далее, что нам необходимо сделать для того, чтобы выставить заявки на покупку или продажу или, соответственно, зайти в позицию по рынку. Все покупки осуществляются в приводе и в приводе бондаря, и в приводе сискаль левой клавишей мыши. Для того, чтобы выставить лимитные заявки, это заявки на покупку, нам необходимо по зеленой зоне, по покупателям, по желаемой цене нажать левой клавишей мыши. Нажимаем левой клавишей мыши по желаемой цене, выбранным объемом, и у нас с вами выставляются, соответственно, лимитные заявки на покупку. Лимитные заявки на продажу выставляются точно так же правой клавишей мыши, но при нажатии на продавцов. Нажимаем на желаемую цену продавцов, и у нас выставляются лимитные заявки на продажу. Для того, чтобы снять одну из заявок, мы можем навести на нее мышкой и нажать колесико мыши, или нажать на крестик справа от объема, соответственно. Нажимаем, заявка снялась. Чтобы снять все лимитные заявки, нам необходимо нажать клавишу «Пробел» на клавиатуре. Нажали, все лимитные заявки сняты. Далее, соответственно, покупка и продажа по рынку. Как я и сказал, все покупки в приводе Bonder и в C-Skalipe осуществляются левой клавишей мыши, все продажи – правой клавишей мыши. Поэтому для того, чтобы купить, нам необходимо нажать левой клавишей мыши на лучшую цену продавца, либо в целом просто на продавцов. И у нас с вами откроется позиция лонговая по рынку. То есть мы купим лучшую заявку на продажу. Снизу у нас сразу же отобразились три квадратика. Левый квадратик показывает цену нашего входа. Центральный квадратик показывает объем. Если этот объем выделен зеленым цветом, значит мы с вами находимся в лонговой позиции. И правый квадратик, соответственно, отображает результат. Мы с вами выбрали отображение результата в процентах. И вот он у нас в процентах и отображается. Далее, чтобы закрыть эту позицию, мы можем, соответственно, выставить лимитную противоположную заявку на продажу. Соответственно, так как мы стоим в лонг, и наша позиция закроется, когда цена дойдет до выбранной нами цены. Либо мы можем точно так же продать по рынку, нажав правой кнопкой мыши на лучшую цену покупателя, либо в целом просто на зеленую зону. Нажали правую кнопку мыши, позиция закрылась. Для того, чтобы открыть шортовую позицию, точно так же нажимаем правой кнопкой мыши на лучшую цену покупателей. Нажали, открылась у нас с вами шортовая позиция. Как видим, у нас написано минус 0.01 лот. И, соответственно, наш результат данной сделки. Далее, когда вы находитесь в позиции, вы можете воспользоваться выставлением стоп-лосса и тейк-профита. Для того, чтобы это сделать, нам необходимо нажать клавишу Z на клавиатуре. У нас появляется надпись Stop Loss Take Profit и левой клавишей мыши нажатием на определенную цену, по которой мы хотим выставить стоп-лосс, нажимаем и выставляется стоп-лосс заявка. Далее, для того, чтобы выставить тейк-профит, мы нажимаем английскую клавишу Z точно так же, нажимаем на цену, по которой хотим выставить тейк-профит и выставляется тейк-профит. Как только цена дойдет либо до стоп-лосса, либо до тейк-профита, позиция будет закрыта. Мы можем преждевременно закрыть позицию, например, по рынку. Закрываем позицию, позиция закрылась. Это основные базовые элементы торговли. На самом деле, существует несколько дополнительных каких-то клавиш, которыми не так часто пользуешься, как теми, которые мы с вами только что рассмотрели. Например, клавиша X, которая позволяет закрыть весь объем, который у вас в позиции по рынку. Куда? Вот 0.02 лота, здесь у меня выставлено 0.01, чтобы ничего не вписывать, не переписывать. Просто нажимаю клавишу X, продаю, например, по лучшей цене или выставляю лимитную заявку, у меня продастся сразу весь объем, который у меня есть в позиции. Все. В общем-то, никакими особо дополнительными клавишами мы не пользуемся. Также выставление отложенных заявок у нас в приводе Bonder и в приводе Syscalp возможно, но на криптовалюте мы ими пользоваться не можем, так как биржа не дает нам с вами такой возможности. Но на приводе Bonder мы можем выставлять сами отложенные заявки через английскую клавишу V. К приводу Bonder вернемся несколько позже и, соответственно, я покажу это на примере. Теперь давайте немножечко поговорим про инструменты, которые в основном сейчас используются для торговли и про настройку рабочего пространства под эти инструменты. В качестве примера будем использовать инструменты с биржи Binance и немножечко затронем фондовую биржу и привод Bonder. В первую очередь необходимо определиться с инструментами, которые вы будете торговать. На данный момент я рекомендую вам выбрать фьючерсы на самые популярные и наиболее ликвидные волатильные монеты. Такие как Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin, EOS, XLM, Ripple и так далее. Фьючерсов не так много, порядка 9 штук, если не ошибаюсь. И плюсы фьючерсов неоспоримы. Это и плечи, и волатильность. И если раньше эти монеты не столь были интересны для краткосрочной торговли, для спекуляции в силу того, что они двигались по 1, 2, 3, 5% в день, при этом можно было торговать ликвидные монеты, какие-то памповые движения и так далее, по 20, 30, 50, 100% за день, то теперь с плечами любое пробои движения на 0,5%, на 0,2%, на 0,3%, на 0,5% становится намного более интереснее и приятнее в качестве финансового результата. Добавлять инструменты мы уже научились. У вас на экране пример настроенного рабочего пространства. И давайте поговорим с вами про несколько таких примеров. Покажу, расскажу, соответственно, для одного монитора, для двух мониторов. И если вы торгуете там российский рынок, криптовалюту или одно и другое одновременно. Самый базовый пример, который, наверное, вы можете практически везде найти, это, соответственно, стаканы инструментов сверху, графики этих инструментов снизу. В данном случае у нас с вами выбрано несколько инструментов. Это биткоин, слева это, соответственно, спот биткоина, непосредственно сама монета. Далее справа фьючерс на биткоин. Далее у нас идет биткоин кэш спот, биткоин кэш фьючерс, эфир спот, эфир фьючерс, эфир классик спот, эфир классик фьючерс. Графики фьючерсов нам смотреть с вами практически бессмысленно, потому что они повторяют графики основной монеты. Поэтому снизу мы с вами можем расположить графики непосредственно самих монет. Для того, чтобы это сделать, нам не обязательно нажимать на график, выбирать инструмент и так далее. Под каждым инструментом у нас есть значок графика, при нажатии на него он открывается. И далее мы просто в удобном формате располагаем их под, соответственно, стаканами данных инструментов. Все получается достаточно лаконично, достаточно приятно для использования. И, в общем-то, здесь можно разместить, как вы видите, неплохо даже будут выглядеть графики. Скажем, если мы добавим здесь 4-6 штук, вполне удобно, вполне читабельно, вполне приятно. Но возникает вопрос. Если у вас две вкладки, к примеру, как здесь разместить графики? Вариантов несколько. Первый вариант это совсем уж сузить привод. И, соответственно, разместить часть графиков сверху, к примеру, таким вот образом. К примеру, если бы это были не одни и те же инструменты, а разные. Размещаем графики сверху. Какой в этом минус? Я не люблю, когда стаканы такие небольшие. Скажем, у нас с вами на криптовалюте очень глубокие стаканы. И если бы речь шла об акциях на фондовом рынке, где глубина стаканов 20 строчек, то здесь бы это было резонно и это было бы удобно. Но если речь о криптовалюте или о фьючерсах на российском рынке, где глубина на фьючерсах 40 строк, а на криптовалютах глубина практически не ограничена, соответственно, для нас это неудобно видеть настолько сжатый короткий стакан. Поэтому здесь при таком формате я рекомендую все-таки использовать графики только с одной стороны, например, снизу или сверху, тут уже в зависимости от того, насколько и как это удобно вам. Ну а заменять их вкладками, соответственно, непосредственно. Например, вот если у нас есть какая-то дополнительная вкладка, вот тут у нас, например, расположен Litecoin и EOS, мы можем сделать так, расположить этот график немножечко посередине. Да, уже не по фуршую, уже не так удобно, не так красиво, но в общем и целом вполне себе читабельно. К примеру, мы с вами на первой вкладке используем мы с вами график биткоина, далее переключились мы на вкладку, где у нас с вами Litecoin, нажали на Litecoin, он вышел у нас на первый план, уменьшили, увеличили график, все посмотрели. Нужен Bitcoin Cash? Пожалуйста, Bitcoin Cash. Нужен Litecoin, Litecoin и так далее. Можем с вами переключаться. Главное не делать вот так, как, например, сейчас нажал я, да, нажал на Bitcoin и график Litecoin у нас стал за ними. Не очень удобно, нужно постоянно помнить о том, что прежде чем, например, переключиться после биткоина на Bitcoin Cash, нам нужно с вами преждевременно выбрать Litecoin. Но это в общем и целом мелочи. Второй вариант, который я считаю очень удобным, если у вас небольшой набор инструментов, да, это, соответственно, создание нескольких вкладок, на которые вы добавляете по два стакана. Это стакан с потовым, стакан непосредственно самой монеты и стакан фьючерса. Располагаете их вы в левом углу. Много места это не займет, да, достаточно, в общем-то, скажем, их немножечко сжать, да, это даже широко. Можно сжать еще. Вот у нас с вами две монеты. Переименовываем, к примеру, называем его BTC. Нажимаем переименовать и создаем такую же вкладку, которую, к примеру, называем ETH. Здесь мы с вами также добавляем два стакана. Непосредственно сам стакан эфира и стакан фьючерс эфир. Выбираем также здесь мы с вами Binance. Здесь у нас непосредственно стаканы монет Binance Futures, стаканы фьючерсов. Выбрали. И в правой свободной зоне мы с вами располагаем все графики. То есть график, например, биткоина непосредственно самого. Далее график эфира. Можно ставить даже графики, например, 5-минутные, часовые рядом. Я, если честно, этим не пользуюсь. Я просто переключаю таймфрейм. 5 минут, 1 час. Реализовано это очень удобно. Делается буквально одним кликом. Поэтому я не располагаю там 5-минутные, часовые графики рядом. Просто пользуюсь переключением таймфрейма. Ну и, соответственно, принцип понятен. Вы располагаете все графики поочередно. Поочередно добавляете новые вкладки. Какие-либо, например, здесь у нас с вами расположился Litecoin. EOS у нас здесь будет лишним. Расположился Litecoin. Точно так же добавили его график. Расположили. Графики можно сделать здесь и покрупнее, потому что инструментов не такое у нас большое с вами количество. И все свободное пространство вы заполняете графиками. Далее просто при переключении между вкладками вы, соответственно, будете торговать определенный инструмент. А за графиками у вас будет постоянное наблюдение. Какие здесь плюсы? Действительно удобное расположение, постоянное наблюдение за всеми графиками. Какие минусы? Вы не всегда будете видеть определенный стакан инструмента. То есть, например, вы не всегда будете видеть, что сейчас творится на биткоине, пока вы смотрите на эфир, скажем. А лично для меня это важно. Я привык наблюдать за плотностями, за лентой и так далее. Поэтому не важно все время видеть графики. Это самые лучшие варианты, если у вас один монитор. Есть еще один вариант, который также можно попробовать использовать. Это, скажем, 4 стакана. То есть, вот уже, к примеру, не один эфир, а, скажем, 4 стакана. Вот, к примеру, давайте закроем с вами вкладку с эфиром. Кстати говоря, чтобы закрыть вкладку, также нажимаем на черный треугольничек и на крестик. В правом углу добавим сюда 2 стакана. Допустим, тот же самый эфир и фьючерсный эфир. Добавили. И далее, теперь просто по краям мы с вами размещаем графики. Здесь, к примеру, размещаем график на биткоин. И таким образом здесь оставшиеся графики размещаем. Вполне легко помещается по 3 графика с каждой стороны. Вот именно таким расположением, к примеру, я пользуюсь на фондовой бирже, на российской, когда торгую через привод бондаря. К примеру, давайте вот запущу сейчас привод бондаря. Для примера, очень так же удобная настройка для одного экрана. Запускается привод бондаря. Вот у меня расположены основные фьючерсы. Сейчас у нас произойдет подключение. Фьючерсы и валюта. К примеру, фьючерс доллар-рубль, USDTOM, USDTOT, RTS и нефть. Видно фьючерсы посередине, а по краям у меня, соответственно, графики данных фьючерсов. Закроем пока что привод бондаря. Вот вам три примера. Наиболее удобные, на мой взгляд, настройки рабочего пространства под один монитор. То есть сверху привод, снизу графики, слева два стакана, все остальное графики, либо посередине 4-5 стаканов, и все остальное по краям справа и слева. Это графики. В моем понимании, это самая удобная для торговли конфигурация. Теперь давайте поговорим о том, если у нас с вами два монитора. В первую очередь, я бы хотел вам предложить самую удобную, на мой взгляд, настройку, когда у вас два монитора. Что вы делаете? Один монитор вы полностью выделяете под стаканы. Для меня это наиболее удобно. Мне нравится наблюдать одновременно за всеми стаканами торгуемых инструментов. Вот, например, у меня расположены, скажем, 4 инструмента, 8 стаканов. Одновременно все они рядом, одновременно все перед глазами. В то же время, другой монитор, соседний, к примеру, установленный на вас сверху или сбоку, вы полностью выделяете под графики. К примеру, если вы торгуете самый частый сетап новичка, это ноутбук плюс Full HD монитор. Что вы делаете? На весь Full HD монитор вы растягиваете стаканы, либо используете одну из настроек, которые мы с вами только что рассмотрели, а на мониторе ноутбука вы полностью располагаете графики. Либо графики привода Syscalib, либо, соответственно, какие-то сторонние графики, если вы каким-то софтом пользуетесь. Вот. Следующий вариант использовать два монитора, это если вы торгуете, например, одновременно фондовый рынок и криптовалюту. На один монитор вы располагаете, по примеру, одно из тех настроек, которые мы с вами рассмотрели, непосредственно привод Бондаря, например, и графики инструментов, которые вы торгуете снизу, сверху, с краю и так далее. А на один монитор вы располагаете криптовалюту на приводе Syscalib, точно с такой же настройкой. Вот. Если говорить о моем, например, рабочем месте, то это четыре монитора. Один монитор – это акции на российской фондовой бирже и некоторые графики снизу под приводом, как раз-то по тому примеру, который я вам показывал. Второй монитор – это полностью фьючерсы с графиками по краям, которые я вам показывал. Третий монитор – это криптовалюта, полностью стаканы. И четвертый монитор как раз-то выделен полностью под все графики. На нем расположены графики акций, распределенные по разным вкладкам. На нем расположены графики криптовалют, опять же, также разложенные по разным вкладкам. И, соответственно, таким образом я могу одновременно наблюдать за стаканами всех инструментов, которые меня интересуют. И если мне нужно посмотреть на график того или иного инструмента, либо установить какой-то уровень и так далее, я просто буду использовать сторонний монитор. отделенный от всего. Я считаю, что это наиболее удобное. Лично для меня я к такой настройке привык. И, в общем и целом, вы можете выбрать одну, я вам привел пять примеров настройок, вы можете выбрать одну из этих пяти примеров и настроить свое рабачье пространство по одной из этих схем. Итак, на этом инструкцию по настройке привода Сискальпа, привода Бондаря мы с вами будем завершать. Всем хочу сказать большое спасибо, кто досмотрел это видео. Всем, кому было полезно, все, кто воспользуется определенной настройкой, воспользуется инструкцией по подключению, ставьте лайки, если видео понравилось, если видео вам было полезно. Все ссылки на продукты, на компанию Life Investing Group, на сайт для скачивания привода Сискальпа, привода Бондаря, все эти ссылки будут в описании под видео. Если у вас есть желание узнать о криптовалютах либо о фондовой бирже поподробнее, вы можете перейти по ссылкам ниже, перейти по ссылкам на нашу компанию Life Investing Group. Если вас интересует обучение по торговле на российской фондовой бирже, по торговле акциями, фьючерсами, если вас интересует обучение по торговле на рынке криптовалют, вы можете смело обращаться в нашу компанию, наши преподаватели, в том числе я, обязательно вас проконсультируют, помогут, помогут выбрать курс и, соответственно, помогут вам легко и с удовольствием пройти сложный путь становления от новичка до профессионала в трейдинге. Если у вас возникнут какие-то вопросы по терминалу, вы можете смело обращаться в техническую поддержку, по любому вопросу вам обязательно помогут. Ну а от себя я хотел бы пожелать вам удачи на вашем пути становления от новичка до профессионального трейдера. С вами был преподаватель компании Life Investing Group Ахметов Константин. Всем счастливо и всем пока!